Высказывайте своё мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30.00. Будь в центре событий. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я и его ведущий Анатолий Червец. Ну и, как всегда, участники все вы, которые наберёте номер телефона 847-400-5200. И будете или станете участниками нашей программы. Нас можно слышать на нашей страничке фейсбук www.radionvc.com Прошу прощения, на нашей страничке веб, страничке www.radionvc.com А также на нашей страничке фейсбук, радио НВС, ну и на нашем ютуб-канале радио НВС. Зайдя на этот канал, пожалуйста, нажмите кнопочку subscribe или регистрация. Станете, во-первых, полноправными участниками нашего шоу. А во-вторых, будете получать все самые последние известия из того, что происходит у нас в студии, наши последние интервью и так далее. Ну и, конечно, все те, которые едут в своих автомобилях, едут домой, а может быть и работают в своих автомобилях. Вы нас можете слышать на волне 14.30 AM или 99.1 FM. Ну, а если сигнал радио не очень работает, пожалуйста, используйте ваше, вернее, наше бесплатное приложение на ваших гаджетах типа iPhone или iPad. Пожалуйста, набирайте наше предложение, радио НВС, и вы будете нас здорово слышать и даже видеть. Ну, или если у вас телефонный или iPad из системы Android, пожалуйста, используйте ваш браузер, выйдите на нашу страничку radio-nvc.com. И, опять же, вы нас будете прекрасно слышать и, в общем, будем с вами общаться в чистом и доступном формате. Итак, начинаем наше неполиткорректное шоу с того, что, ну, наверное, самый ленивый сегодня не говорит о том, что произошло между нашим президентом Донадом Трампом и так называемым Squad of Four, то есть вот эти небезызвестные нам дамочки Ильхан Умар, Акасио Кортес, Рашида Тлаиб и Ильяна, как ее там зовут, честно, даже вот только что вылетело, просто вылетело из головы, но неважно. Значит, вот эта четверка, будем говорить так, ну, просто непонятных представителей в Конгрессе, непонятно вообще, зачем они действительно находятся в этой стране, зачем они, если им эта страна так не нравится, то, конечно, было бы, наверное, в принципе, намного, ну, скажем так, ну, покинуть пределы этой страны. Почему? Потому что, я вам скажу так, наш президент Дональд Трамп, вот за что я его уважаю, и за что я его действительно, вот, не просто уважаю, а полностью с ним согласен, так это в том, что он называет вещи своими именами. Он не лебезит, он не, как говорится, не прикидывается шлангом там, где он понимает, что нужно назвать вещи своими именами. Кто-то из его критиков, конечно же, будет говорить, что он себя ведет не по-президентски, кто-то из его критиков будет кричать, что он очень зря поступил так, что вот он назвал, то есть сказал, выскал свое мнение по поводу нахождения этих четырех дамочек в нашей стране, особенно одной из них, которая по имени Ильхан Амар, которую сюда привезли в возрасте 12 лет, вытащили ее из абсолютнейшего ада, где она пребывала несколько лет, и вот тем, что ее сюда вытащили, привезли, дали ей возможность сначала натурализоваться, потом получить гражданство, и в благодарность всему этому она себя ведет так, как она себя ведет. Так вот, я вам скажу честно, мне просто противно слушать тех политиков, тех, да, не побоюсь этого слова республиканцев, которые тут же проявили себя и полностью, как говорится, во всей своей красе, показав, то есть тут же бросившись на Трампа и сделал, ну, будем говорить так, не очень выбирая его сторону или не очень с ним соглашаясь, тут же поспешили заработать себе очки, не знаю среди кого, правда, но, в общем, решили заработать себе очки, бросились нападать на Трампа, что он такой, он такой, он себя повел не по-президентски, он не должен был этого говорить, он должен был, уважаемые дамы и господа, он должен был это сказать. Кто-то, кто-то должен эти вещи говорить, причем, называя вещи своими именами, не занимаясь борьбой в белых перчатках, не боясь того, что о тебе скажут, он назвал вещи своими именами, он ничего неправильного не сказал, он сказал четко и понятно, все те, которым не нравится наша страна, собирайте ваши манатки и валите отсюда как можно быстрее, без вас обойдемся и скучать по вам не будем. Теперь кто-то мне скажет, ну, это выбор, избранные, вернее, их выбрали в представители и так далее. Значит, кто их выбирал и как их выбирал, это еще честно неизвестно, но, да, их выбрали. Значит, давайте говорить так. В первую очередь, кто такая Акасия Кортес, мы все прекрасно понимаем и знаем. Чего мы не знаем, так это всей поднагодной того, как она была выбрана на пост представителя. То есть, вот тот человек, которого она победила, тот демократ, который находился на посту представителя, вернее, представителя вот этого округа, он более 30 лет находился на этом посту, расслабился, посчитал, что все, он уже непобедим, и перестал бороться за свое место, а избиратели именно этого округа посмотрели, решили так, раз он не особенно печется об этом деле, ну, и мы не пойдем голосовать. Итак, она была избрана всего-навсего 11% от своего округа. Представляете? То есть, я думаю, что если я сегодня пообещаю всем бесплатные школы, и университеты, и здравоохранение, и что там еще бесплатное, ну, может быть, по бесплатной машине к каждому, да, даже я смогу избраться от этого округа 11%. Причем, самое интересное, что ее approval rating, так называемый ее действие, ее работа, оценивается как положительное, более-менее, чем 18% ее избирателей. То есть, вот прикиньте себе такую арифметику, 11% за нее проголосовали, из них 18% только довольны тем, что она делает. Представляете? Вот какой мизер. Ну, а насчет Ильхана Марс, скажу вам сразу честно, то ее, так называемый approval rating, вообще составляет всего-навсего 9%. Поэтому, ну, так, чтобы людям, которые не совсем следят за ситуацией в нашей стране, чтобы таким людям было понятно, то есть, вот эти вот 4 дамочки вообще никого не представляют. Вообще никого. То есть, те, кто, даже те, кто их избирал, даже они уже разочарованы в том, что эти, чем эти дамочки занимаются и что они делают. Поэтому наш президент, у которого, кстати, approval rating на сегодняшний день 45-47%, в зависимости от того, кого вы спросите, я имею в виду, какие опросники вы спросите, ну вот, я думаю, что вот эта картина, которая лучше всего показывает, как говорится, кто есть кто, и кто что из себя представляет. Так вот, мне очень понравилось выступление Теда Круза, который абсолютно четко и правильно дал оценку тому, что сделал Трамп, тому, что он сказал, тому, что он протвитал. То есть, Трамп назвал вещи своими именами. И, в конце концов, я думаю, что республиканская партия, если они не проснутся, мы потеряем и эти выборы. Вот то, что все говорят, Трамп выиграет. Трамп-то, может быть, и выиграет. А вот республиканская партия, если они не перестанут заниматься чистоплюйством, и не перестанут пытаться как-то бороться белыми перчатками, потеряют то, что они даже сегодня имеют. Так вот, я считаю, что в этой стране, наконец-то, настал тот момент, где обязательно нужно называть вещи своими именами. К чертовой матери эту политическую корректность, кстати, наше шоу, поэтому так и называется, не политкорректное ток-шоу, к черту эту политическую корректность, к черту вот это лизоблюдство, к черту вот это присмыкательство перед такими, как Акасия Кортес, Ильхан Умар и Рашид Атлаиб, и вот эта четвертая Лана, забыл, ну и не вы, ладно, неважно. Она вообще из себя ничего не представляет. Так вот, хватит, хватит заниматься ерундой. Пора, как говорится, просыпаться, пора называть вещи своими именами, пора бороться за свое место под солнцем, иначе ничего у нас не получится. Посмотрите, как интересно и сплоченно, хотя нам все кричат, вот в рядах демократической партии идет разброд. Ничего подобного. От того, что вот эти четыре сумасшедшие назвали Нэнси Полоси расисткой, поверьте мне, никто их не слушает, никто на них не обращает внимания. Они не являются представителями демократической партии. Они являются ничем иным, как просто оголтелая молодежь, которая вообще в принципе еще не соображает, что они делают, куда они идут. И самое страшное, чем это все может закончиться, просто не соображает. Они считают, что они у нас прогрессисты, они у нас прогрессивисты, они у нас вообще непонятно за что, какой гриндил, какие вообще непонятно, за что они борются. У них нет никакой, кроме болтовни, абсолютно нет никакой обстоятельной программы ни на что. ни на будущее дальнее, ни на будущее ближайшее. Они вообще не понимают, все, что они делают, они баламутят, как говорится, народ и пытаются поднять вот таких же, как они сами, оголтелых, безмозглых, абсолютно безмозглых, вот этих, будем называть их, радикалов. Поэтому демократическая партия, конечно же, не об этом. демократическая партия до сих пор абсолютно борется за свое, не только место под солнцем, они борются за, скажем так, за право управлять этой страной. Это их конечная цель, это их единственная цель, и они поступают абсолютно так, как этого требует момент для того, чтобы добиться своей цели. Чего я, к сожалению, не могу сказать о республиканской партии, которая сегодня действительно в таком разброде, в таком непонятном состоянии, во-первых, друг друга пожирает, во-вторых, абсолютно боятся стать на защиту друг друга, абсолютно не пытаются как-то непонятно, какими методами, что они пытаются сделать, вместо того, чтобы стать на защиту своего президента, своего лидера, который их, это его заслуга в том, что они сегодня, республиканская партия имеет хоть какое-то право слова, хоть какое-то, понимаете, так вот, вот эти вот, я это так говорю не потому, что я не люблю республиканцев, не потому, что я против республиканской партии, просто я наблюдаю за тем, что происходит, и честно, мне это очень не нравится, потому что на сегодняшний день, за исключением каких-то буквально считанных людей в Сенате и в Палате представителей, в принципе, большинство республиканцев, ну, непонятно, за что они борются, и что они из себя представляют, поэтому я думаю, что у нас есть звонок, давайте попробуем принять. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, Анатольев. Добрый день. Да, конечно, согласно с вами на 100%, очень обидно, что ведут. Скажите, примерно какой процент среди республиканцев такие вот принципиальные? Ну, из действительно принципиальных, вот я вам скажу, именно в республиканской партии, я думаю, что, ну, немножко больше большинства, то есть, я думаю, где-то процентов из того, что я вот читаю, где-то процентов 60-65. Остальные непонятно, то ли они еще не определившиеся, то есть, вот в эти 65% входят люди, которые согласны с Трампом, согласны с его политикой, согласны с его методами. Остальные это смесь так называемых never-трамперов, смесь rhinos, republicans in name only, и, как говорится, смесь неопределившихся, и вот это то, что меня пугает, меня больше пугает не never-trampers, а меня больше пугают неопределившиеся и rhinos, это вот типа метр, прошу прощения, это метрамни, это сейчас, я вспомню, то есть люди, которые ну просто республиканцы только, как говорится, по регистрации, рэн-пол, вот вспомнил, рэн-пол, метрамни, это вот эти люди, которые абсолютно, кстати, меч маккану, тоже принадлежит где-то к этому числу, просто он как-то пытается быть более гибким, он пытается как-то показать, сделать вид того, что они все-таки вроде бы на стороне Трампа, хотя в принципе, вот смотрите, как только Трамп вот так написал свой твит, тут же Меч Маккану быстренько замолчал, и кстати, Кевин Маккарти, который предводитель меньшинства, тоже не особенно высказывается за Трампа, поэтому, ну, что я могу сказать, я надеюсь, что это люди, которые все-таки проснутся, потому что иначе не нравится мне эта вся ситуация, спасибо большое, вот, поэтому я, знаете, быть фанатом чего-то или кого-то, это тоже нехорошо, я, конечно же, двумя руками голосую за республиканскую партию, но проблема в том, что я действительно, то, что я сейчас наблюдаю, то, что я вижу, происходит в рядах республиканской партии, ведь в принципе, вот есть у нас такая, так называемая Freedom Caucus, это ребята, которые действительно, вот они республиканцы и они борются за чистоту вот этой партии, ну, также у нас есть Лензи Грэм, который, ну, очень мне пока что нравится, вот с тех пор, как умер Джан Маккейн, Лензи Грэм, как бы, возродился как республиканец, потому что при жизни Джана Маккейна, Лензи Грэм вообще непонятно, что он делал и за кого он голосовал, ну, вот, поэтому я считаю это по этому вопросу мое личное мнение, что надо заканчивать заниматься лизоблюдством, чистоплюйством и пытаться что-то сделать белыми перчатками. Добрый день, вы в эфире. Знаете, это я опять. Да, да. У меня вопрос по поводу того, что завтра Мюллер должен был выступать перед Конгрессом. с двумя комитетами. Да. Почему перенесли это выступление, можете сказать? Да, они перенесли, пожалуйста, спасибо большое, давайте я сейчас возьму еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый день. Михаил зовут. Вы знаете, у меня, как у гражданина этой страны, создалось впечатление о демократической партии такое. Их не волнует ничего, кроме того, чтобы получить власть. Ни страна, ни люди. Популистские лозунги, но главная цель забрать власть. О республиканцах, я, в общем-то, к ним привержен больше, голосовал за Трампа. А эти ребята ничего не делают вообще. Они боятся всего, они боятся всех, кто что скажет, и они плывут, извините, как лепешка коровья по волне. Поэтому, что будет в этой стране, просто страшно представить, если, не дай бог, придут к власти демократы. Это будет последние дни страны. Я с вами абсолютно согласен, причем, кто-то может сказать, что вы сгущаете краски. Я этого абсолютно не считаю. Я считаю, что вы абсолютно даете трезвую оценку того, тому, что происходит в стране. И я надеюсь, я надеюсь, что сейчас как-то республиканский электорат все-таки просто сидит спокойно, тихо, ждет времен, времени выборов. потому что то, что сегодня творят демократы, ну, я вам скажу, с одной стороны, они, конечно же, сами себе копают яму. Вот это все оголтелая свора кандидатов на пост президента, это, конечно же, вообще просто не подается никакому описанию. Я имею в виду всех типа Джо Байден, Камалы Хэррис и так далее. Ну, а вот эта четверка с одной стороны, знаете, это было бы, может быть, даже и смешно, если бы не было так грустно. Почему? Потому что четверка абсолютно оголтелых негодяек, которым меньше, которых меньше всего интересует эта страна, которые, вы знаете, их даже по-хорошему бунтарками не назовешь. Почему? Потому что бунтарки как-то пытаются все-таки своим бунтом добиться чего-то более лучшего. А эти, наоборот, просто уничтожают своим бунтарством, просто уничтожают эту страну. И это делается методично, это делается скрупулезно, это делается целенаправленно. И самое страшное то, что все, которые находятся сегодня, ведь вы не забывайте, смотрите, давайте мы возьмем такую, сделаем такую занимательную математика, да, значит, все вместе в палате представителей у нас, если я не аж, ну, там около, короче, около 500 человек, там 490, по-моему, 7 человек. Из 497 человек, где-то человек, 200, я думаю, 90 демократов и человек 207, по-моему, если я не ошибаюсь, может быть больше, я точно сейчас, честно скажу, дело не в соотношении, но, допустим, давайте разобьем их так, 280 демократов и 217 республиканцев. Итого, из 497 человек, если убрать вот этих четырех оголтелых, мы остаемся 493 человека. И, представляете, как нужно запугать вот этих несчастников в палате представителей, и еще 100 несчастников в Сенате, чтобы те, я прошу прощения, заткнули свои языки в одно место очень глубоко и боялись слово сказать, представляете? А подумайте, как четко и как целенаправленно работают вот эти четыре женщины. Значит, у нас там есть две мусульманки, одна порториканка и черная. Представляете? Вот такая вот смесь. Давайте я приму звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Четыре женщины. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Радио приглушите, пожалуйста. Да, все уже выключил. Слушаю. Здравствуйте, ребята. Я звоню из Норс из Кантин. Игл-Ривер. О. Слушаем вас внимательно. Норс из Кантин Игл-Ривер. Так, Игл-Ривер шикарное место. Рыбалка там классная. Ну, как бы да. Но я вам хочу сказать одну такую вещь. Все, кто голосовал здесь за республиканскую партию, из-за отсутствия за Трампа, из-за отсутствия того, что тут ничего не происходит в лучшую сторону. Все хуже и хуже. Скорее всего, все проголосуют за демократов, потому что обещание демократов бесплатным, бесплатным все, все бесплатно. наверное, скорее всего, здесь делают решающий вопрос. Хотя здесь люди как бы всю жизнь были ну, как бы такими за республиканцами. А вы мне скажите, пожалуйста, вы считаете, что вот то, что они обещают, люди в это поверят? Я знаю то, что ничего, то, что они обещают, ничего не будет сделано, но в данном, на данной территории люди как бы не очень образованы. И сейчас нету ни одного радио, которое бы передавало Fox News. Все идет CNN, и здесь полная идет заморочка Мозгол, полный пипец, и люди уже как бы говорят о том, что да, наверное, демократы правы. Хотя по сути своей здесь все белые люди, да? Да. Все белые, очень мало людей, которые приняли чернокожих, как бы сказать бы это. Но демократы, я думаю, будут здесь побеждать. Вы имеете ввиду Вискансини? Норфискансини. Норфискансини. Ну, вы знаете, я вам скажу честно, вы, может быть, вы совсем недалеко от истины, хотя, ну, вот видите, у вас был классный республиканский губернатор, Скотт Вокер. и тем не менее, при всем том, что он сделал для жителей Вискансина, все-таки в 18-м году проголосовали за демократов. Просто непонятно по каким критериям, из-за чего, просто непонятно, но проголосовали, должен вам дать должное, но... Работы нету, работы нету, людям без работы, работы нету, практически очень много, потому что нет работы сидят на пособиях, на Верфоле, это факт, это факт, потому что лето, сейчас приехали китайцы, также отобрали работу и в магазинах, моя жена там сейчас еле-еле нашла работу в одной гостинице, по меркам Норд-Вискансина работа дословно оплачиваемая, это 17 долларов, но в неделю максимум 15 часов. Я понял, я понял. 250 долларов в неделю, факт, как можно жить? Да, да, я не знаю, как вам ответить. Место здесь не было с окон, вот сколько Трамп, я голосовал за Трампа, всю жизнь, ну, я имею ввиду, я понял, да, но ни хрена нету, люди погибают, сюда даже никто не едет, потому что здесь делать нечего, и не только в Бриджел-Ривере, Райлэндер, везде, везде, в Ассал, ну, в Ассал, там сейчас уже очень много Мексов, потому что там бумажные комбинаты заработали, но и все. Мексы приехали, и поэтому мы голосуем за демократов. Вот и все. Я понял. Они по-любому победят, я так думаю. Ну, давайте все-таки надеяться, поверьте мне, я понимаю вас, я понимаю крик души, но все равно я думаю, буду надеяться на лучшее, ну, а вы держитесь, мне просто нужно уйти на рекламную паузу. Спасибо вам за звонок, пожалуйста, звоните, будем общаться с удовольствием. Будьте здоровы. Да, и так, давайте мы сейчас уйдем на рекламную паузу, а потом вернемся, и обязательно продолжим нашу беседу. Мы возвращаемся в программу Сергея Зацепина «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. Мы сегодня с вами общаемся до 7 часов вечера по чикагскому времени, поэтому, пожалуйста, набирайте номер, будем общаться, будем задавать друг другу вопросы и высказывать мнение. Ну, а пока я бы хотел, во-первых, завершить свою мысль по поводу того, что произошло между Трампом и вот этими четырьмя дамочками, просто оголтелыми социалистками, хотя они себя называют социал, как-то социалистками, демократическими социалистками, но, тем не менее, чисто работают на разрушение этой страны. Итак, быстренько сейчас хотел бы проанализировать каждую из четырех, для того, чтобы просто иметь более такое, более объемное, обширное представление о том, что они собой являют. так вот, Акасия Кортес 29 лет, закончила университет по классу, или как это сказать, ее мейджор, ее по образованию, она считается экономистом, не имеет ни малейшего понятия в экономике, ни малейшего понятия в том, вообще, как экономика работает, что такое свободный рынок, и что такое социализм, то есть, вообще не, ну, просто не соображает. Отработала бартендером, или барвумен, как говорится, ну, язык подвешен без проблем, но типичная портериканка, типичная из Нью-Йорка, из района Бранкс, вот, она говорит, а я ее слушаю, так как я жил недалеко от того места, где она избиралась, я имею ввиду Бранкси, вот я смотрю на нее, вот такая типичная портериканка с этим пальчиком, которым она постоянно куда-то тычет, непонятно куда, эти руки, которые летают по воздуху и вообще абсолютно, по-моему, абсолютно без контроля, ну, вот, это вот молодая, так сказать, представитель, непонятно, кого она представляет, она считает, что ее понятие о вот этом Green Deal, это что-то вообще то, что может быть осуществимо, хотя не имеет никакого понятия на тему как и вообще сколько это будет стоить, это вот Акасио Кортес, выскочка, по-моему, горлопанка, то есть по-другому ее не назовешь, потому что у нее, у нее, ну, ее, как говорится, мозг отстает намного от ее высказываний и так далее, то есть от ее мыслей, хотя честно, я даже не уверен, что у нее есть эти мысли, потому что она говорит, когда она выступает, она говорит лозунгами, абсолютно нет никакого, никакой субстанции, кроме определенной ту, которую мы знаем, не выходит из ее рта, то есть абсолютные лозунги, абсолютно, ну, в общем, вы сами понимаете, к чему я это все говорил, то есть человек, который, я думаю, что даже не дает себе отчета в том, о чем она говорит, хотя мне кажется, что она это все говорит не по своему, как говорится, желанию, ей кто-то пишет, она что-то говорит, не особенно вникая и вдаваясь в подробности о том, о чем же она все-таки говорит, и как это вообще работает, ну, это наша Акасия Кортес, или, как ее в народе называют, так как она у нас Александра Акасия Кортес, Шурочка Кортикова, дальше, следующее, это Рашид Атлаиб, человек, который у нас из телефона звонок, давайте примем, добрый вечер, вы в эфире, да, добрый вечер, меня зовут Виктор, здравствуйте, с интересом слушаю сюда ваши передачи, спасибо, вы знаете, что, я вот два раза столкнулся с демократами, как они проводят выборы, и когда выбирали вторую обаму, и в прошлом году, когда там были выборы, я работаю на автобусе, и мне довелось их волнеет, и они очень критируются перед этим, поэтому эту гидру будет очень тяжело, они денег не жалеют, они нанимаются в транспорте, нанимают людей, и ездят, агитируют, и очень так плотно работают, я никогда такого не видел, чтобы такое делали республиканцы, я вот думаю, что Америка сейчас отходит к тому же столетнему юбилею, который был в 30-е годы, как убедила Америка гангстеров, когда правительство разрешило полицию применять оружие, без предупреждения и прочее, только через кровь, через это, вот это задавили, поэтому нужно применять сейчас, конечно, без крови, нужно отдалять их от власти, с ловерными методами просто убирать, и создать тюрьму за такую пропаганду, а по-другому не будет, будет только хуже. Но вы же понимаете прекрасно, что, во-первых, вы абсолютно правы, но вы понимаете прекрасно в том, что для того, чтобы сделать то, что вы говорите, для этого нужно иметь политическую волю, а пока что я не вижу в республике. А ее нету, да, вот даже в силу реклинин, полная преступница, почему ее не посадили, нас бы с вами уже давно закрыли и не нашли бы нигде такую там тызну, а у них власть, у них денег, поэтому они это и творят. Ну вот, да, 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 что-то типа того. Спасибо большое, Виктор, спасибо. Ну вот, абсолютно правильно, я тоже считаю, что, ну, надо как-то просыпаться, я имею в виду республиканцев, то есть, то, что Трамп собирает сумасшедшие бабки, в смысле donations, это замечательно, то, что он, действительно, его, как говорится, компания выборная хорошо финансирована, это замечательно, но проблема в том, что пора просыпаться и пора начинать работать, как они называют это движение grassroots, то есть, это вот эти food soldiers, которые должны ходить по домам, по частным домам, по apartment building, начинать постепенно раскручиваться, но я думаю, что они все-таки, видите, Трамп провел очень неплохую предвыборную кампанию в 15-м году, в 16-м году, и я думаю, что у них, сейчас у него, в принципе, у Трампа очень классный менеджер его кампании, но опять же, мы сейчас говорим про Трампа, я честно не сомневаюсь в том, что Трамп выиграет, я вот честно не сомневаюсь, но меня больше интересует не просто, чтобы Трамп выиграл, а меня больше интересует как-то отбить те потерянные места в палате представителей, большинство, которое было потеряно в 18-м году, ну и, дай бог, удержать Сенат, или, может быть, даже увеличить на 1-2 голоса, то есть, это очень серьезная задача, которая стоит перед республиканцами, и, во-первых, ну, в Сенате Мэдж Макканул должен начать что-то делать, начать как-то двигаться, какие-то движения, ну и, конечно же, в палате представителей, кроме Freedom Cocus, должны быть люди более активные, вы посмотрите, как демократы друг за друга борются, как они стоят стеной в той же палате представителей, брошен клич, давайте проголосуем за то, чтобы осудить, ну, я не имею в виду посадить, а именно осудить действия нашего генерального прокурора и министра торговли, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, завтра будет происходить вот эти слушания, то есть, за что их судить, за то, что они выполняют свою работу, но их осуждают только потому, что, как говорится, мы можем, у нас большинство, и мы можем решать большинством, как и что делать, и как поступать, я понимаю, что у республиканцев нет такого большинства, но тем не менее, республиканцы должны немножко как-то более активно выступать, проталкивать свои планы, проталкивать свои намерения, что-то я не вижу большого телодвижения такого серьезного со стороны республиканцев, может быть, пока, надеюсь, что это изменится, но тем не менее, итак, Рашид Атлаиб, опять же, мусульманка, которая избиралась от Детройт, от одного из округов Мишиган, штата Мишиган, которая, ну, мы сами прекрасно понимаем, что абсолютнейшая мусульманка, абсолютнейшая антай, как говорится, американ, ее вообще не интересует ничего, то, что связано с Америкой, кроме того, что как можно больше вылить грязи на нашу страну, на наше правительство, на нашу, на администрацию Трампа и так далее, то есть, абсолютнейшая антиамериканка. Следующая, это вот та Ильхан Умар, которая по поводу 9-11 своей тупой башкой могла сказать, такую вещь, как какие-то люди что-то там сделали, прошу прощения, говоря о 9-11, то есть, представляете, какие-то люди что-то там сделали. Ну, и это же красавица, которая высказалась за то, что вообще не понимаю, почему люди так боятся Ал-Каиду. Подумаешь, ну, Ал-Каида, вот, организация, мы же не боимся, когда произносим, не напрягаемся, когда произносим слово Америка, мы не напрягаемся, когда произносим слово Демократия, почему люди так напрягаются, когда произносят слово Ал-Каида, понимаете, то есть, это вот, это вот, ну, как ее еще назвать, ну, я, ну, пытаюсь как-то немножко себя сдерживать, вот сегодня Нина Бастет, она сегодня нас учила о том, что как-то нужно контролировать свои эмоции, посылать какой-то позитив, ну, какой можно послать позитив человеку, который так ненавидит страну, которая ее приютила, и как вот эта негодяйка, как у нее открывается рот, для того, чтобы сказать, что она считает, что она любит Америку больше, как иммигрант, чем люди, которые в ней родились, я не вижу, чтобы Ильхан-Умар стала в очередь и записалась, допустим, там, в армию или в в Маринс, да, в Марпехи, не вижу я этого, хотя люди, которые здесь родились, это те люди, которые нас защищают, не только те, которые здесь родились, но одни из тех или большинство людей в нашей армии, это те, которые здесь родились, очень много, конечно же, иммигрантов и очень много ребят и из бывшего Советского Союза и очень много ребят из других стран, те же, та же Мексика, та же Восточная Европа и так далее, но, тем не менее, как поворачивается язык сказать, что она, как иммигрант, любит эту страну больше, чем любой человек неродившийся и при этом говорить настолько спокойно об Алкаде, настолько спокойно об Игиле, понимаете, вот такая вот негодяйка, которая, причем, она, когда говорит, она, даже, по-моему, она сама всерьез не принимает те вещи, о которых она говорит, потому что у нее одно из двух, либо у нее вот этот тюрбан слишком жмет ей голову, или у нее, может быть, прическа слишком коса, затянута, потому что человек, который постоянно улыбается, даже когда она в так называемом гневе, и когда она пытается вроде бы высказать свое фе, в общем, абсолютно, фейковая, абсолютно, ну, что я могу сказать, ладно, боги и судья, которая так высказывается по поводу Израиля, которая так высказывается по поводу еврейского народа, которая имеет, как говорится, совесть, ну, хотя какая там совесть, но которая имеет совесть говорить о том, что Израиль издевается над мирными палестинцами, и палестинцы, все, что они хотят, это жить мирной жизнью, а вот Израиль им не дает, понимаете, то есть как к ней можно относиться, но в то же время ни один негодяй еврей ни в Сенате, ни в Палате представителей слова не сказал о том, что как эту негодяйку можно терпеть, и почему-то ее никто не осуждает, вот что самое интересное, поэтому, ну, а четвертое, я имею в виду это черная, Лана, не знаю, не помню, как ее фамилия, но тем не менее, вот те, которые считают, что черных расистов не бывает, о, еще как бывает, вот она ярчайший пример черной расистки, почему, потому что она сказала четко и ясно, что ее интересуют голоса черных и коричневых, только те, которые с ней согласны, все остальные могут просто исчезнуть, и их для нее не существует, понимаете, вот, вот вам, пожалуйста, вот вам черная расистка, которая, единственная, с кем она может ужиться, это с людьми, которые с ней согласны, те, которые против, которые с ней не согласны, или идут против нее, ну, вот она, с ней разговаривать не хочет, и так, давайте сейчас прервемся на рекламную паузу, и скоро вернемся, спасибо огромное, уважаемые друзья, за то, что остаетесь с нами, за то, что слушаете нас, за то, что участвуете в нашей беседе, и так, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина, я его ведущий, Анатолий Червец, вы нас слушаете на волнах 14.30 А.М. 99.1. Ф.М. Номер телефона в студии 847-400-5200 Всегда рады вашим звонкам, поэтому набирайте, будем общаться, ну, а пока быстренько заканчиваю все-таки свою мысль по поводу того, что сказал Трамп этим четырем дамочкам, и единственное, что я могу суммировать, вернее, как я могу суммировать то, что произошло, так это словами Трампа, дорогие мои дамы и господа, дорогие мои сограждане в стране Америка, если вам не нравится эта страна, если вы считаете, что эта страна к вам плохо относится, если вы считаете, что эта страна вас плохо принимает, если вы считаете, что эта страна плохо о вас заботится, пожалуйста, чемодан в руки на вокзал или в аэропорт и будьте здоровы, надеюсь, что где-то вы найдете ту страну, которая вам будет ближе или лучше по душе. А мне, и я знаю, что большинство моим друзьям эта страна очень нравится, мы ее обожаем, мы ее любим, мы ее уважаем, мы хотим, чтобы в ней было всегда все хорошо и чтобы такие, как Ильхан Омар, такие, как Рашид Атлаиб, такие, как комсомолка, активистка Каукасия Кортес, чтобы поменьше таких было в стране, чтобы эти люди либо куда-то уехали, переехали, либо в конце концов заткнули свои рты и перестали мутить воду в этой стране. Как бы оно ни было, это все равно страна самая лучшая в мире, и я не знаю, честно, ни одной другой страны, в которую настолько настойчиво было имелись люди из разных концов света. Поэтому всем тем, которым эта страна не нравится, будьте мне здоровы, надеюсь, желаю вам удачи, и надеюсь, вы найдете место, где вам будет все-таки покомфортней. Итак, остановившись на этом в теме Трамп и четыре активистки, хочу сейчас немножко осветить тему, о которой меня просила наша радиослушательница по поводу того, что на завтрашний день изначально были назначены слушания двух комитетов, комитета по разведке и комитета юридического должны были бы пройти слушания с Бабом Малером по поводу того, что все-таки произошло во время его расследования, и что все-таки значит его рапорт, который он представил на рассмотрение нашему генеральному прокурору, но так как я ну будем говорить так, я верю в то, что демократы не совсем подготовились к этим, вы понимаете, у них другого случая не будет, как говорится, сейчас нужно, если вы демократ, нужно использовать каждый момент на все сто, а может быть и двести процентов, нельзя упускать возможность или как-то относиться к ней халатно, так вот, я думаю, что демократы решили все-таки то, что они не были подготовлены достаточно к Бабу Малеру, Баб Малером постоянно отвердил одно и то же, вызовите меня на слушание, я буду говорить только о том, что я написал в этом рапорте, поэтому, пожалуйста, хотите тратить ваше время, тратьте, я ничего другого не скажу, ну, и вот тут демократы, действительно, почесав свои репы, решили все-таки действительно, что же мы его пригласим, уже о рапорте все знают, уже все знают, что там написано, мы уже достаточно это все обсуждали, я сейчас говорю от имени демократов, поэтому, что же мы его будем приглашать, сейчас просто получится, что мы потеряем шанс как-то для себя сделать выгодным вот именно эти слушания, поэтому я абсолютно согласен с аналитиками в газетах и в новостях о том, что скорее всего они перенесли эти слушания на следующую неделю, так как им понадобилась все-таки еще одна неделя для того, чтобы обсудить с Малером, как говорится, при закрытых дверях все-таки то, о чем будет говориться на слушаниях, и я думаю, что, конечно же, они не применут использовать эти слушания для того, чтобы опять, как говорится, расшевелить, разворошить этот уже угасающий костерок, которым в принципе уже всем надоел, но так как у демократов больше нет возможности ничего предложить своему избирательному контингенту, то они, конечно же, сейчас будут опять же задавать, то есть, они отрабатывают вопросы и ответы, которые бы разрушили вот эти угли и опять в надежде на то, чтобы как-то опять начать вот эти разговоры об импичменте все-таки как-то использовать эти слушания с выгодой для себя. Единственное, что я не представляю, как это будет выглядеть, потому что если бы это только были слушания демократов, то да, в принципе, оно бы так и сработало, они бы, конечно, это использовали для себя, но ведь там будут присутствовать и республиканцы тоже. И такие республиканцы, как Джим Джордан, Марк Мэддос и по-моему его зовут Джан Радклэфф, это ребята, которые очень и очень толковые, которые знают четко, что им нужно спросить, самое главное, им просто нужно не терять время, почему? Потому что времени очень мало и им нужно сделать так, чтобы это время было использовано, прошу прощения за туфтологию с пользой, поэтому вопросы должны быть очень четкие, конкретные и поставлены так, чтобы Малер вынужден был на них отвечать словами да или нет. Поэтому тут тоже будет очень интересно послушать, я бы очень хотел послушать, как же это все будет выглядеть, хотя, скажу вам честно, мнения разделились между политическими аналитиками и конгрессменами и сенаторами, прошу прощения, палатой представителей и сенатом в том, что может быть произойти и такое, что все-таки слушаний не будет. Почему? Потому что опять же я не вижу, не представляю себе, как демократы сумеют, задавая сами вопросы Баб Малеру, не разрешить республиканцам задать свои вопросы, а вопросы республиканцев будут, ну, очень неудобными для Баб Малера. Поэтому я с нетерпением все-таки жду следующей недели, надеюсь, что эти слушания все-таки состоятся, и я надеюсь, что республиканцы смогут окончательно вылить воду на вот эти угли, на которые рассчитывают демократы, чтобы опять разжечь вот этот костер. То есть, вот это та ситуация, которая происходит в отношении слушаний Баба Малера и так далее. Следующее, о чем бы я хотел вам рассказать, ну, может быть, даже пообщаться, обменяться мнениями, это тот факт, что мы все прекрасно знаем, что произошло, ну, или те, которые не знают, я быстренько вкратце расскажу о том, что произошло в отношении вот того вопроса о гражданстве в опросниках цензурных. Мы знаем, что Верховный суд он не отменил и не отстранил как бы предложение Трампа, они просто, я имею в виду, они Верховный суд нашли такую очень какую-то непонятную формулировку, что объяснения были не совсем понятные и поэтому они это дело передают обратно ниже суды, то есть не приняли решение по поводу внесения вопроса о гражданстве вот в этот опросник 20-го года. Но мы же знаем опять же прекрасно, что есть такая пословица по-английски, которая звучит if there is a will, there is a way. То есть если есть желание, то все получится. И Трамп очень быстренько имея имея такую возможность общения с генеральным прокурором, который абсолютно толковейший, абсолютно порядочнейший человек, Трамп обратился к прокурору генеральному и попросил найти варианты для того, чтобы все-таки использовать, то есть как-то добыть эту информацию. Так вот, генеральный прокурор в тандеме с министром торговли, которого, ну, генерального прокурора нашего зовут Уильям Барр, а министр торговли его зовут Уилбер Расс. Так вот, оба этих джентльмена собрались вместе и нашли способ для Трампа все-таки добыть эту информацию. Итак, они проверили все возможные легальные пути к тому, чтобы это сделать и предложили Трампу очень интересный вариант. То есть Трамп, не дожидаясь решения судов, в обход решения судов просто дал так называемый executive order или руководящий указ министру торговли Уилбер Расс о том то есть сейчас давайте сделаем по-другому президент Трамп дал руководящий указ всем ветвям правительства нашей государственной системы. Это включает в себя и АРС и АИНС так называемую миграционную службу. в общем короче все правительственные организации предоставить информацию о том сколько по их данным находится граждан в Соединенных Штатах Америки сколько находится граждан которые имеют видно жительство то есть грин карту либо просто видно жительство легальной ну и конечно же сколько из их по их данным находится здесь нелегалов и всю эту информацию Трамп обязал сдать в министерство торговли для обработки этих данных таким образом что произойдет как только получат данные от всех вот этих правительственных организаций они обязаны будут это сделать так как они все-таки работают на так называемую руководящую ветвь правительства эти организации обязаны будут предоставить эти данные просто обязаны будут и тогда обработав все эти данные у нас будет абсолютно четкая картина того что интересует президента то есть точно знаем сколько граждан сколько с видом на жительство и сколько нелегалов и вот уже исходя из этих данных будут приниматься решения о так называемом gerrymandering то есть распределить перераспределение округов ну и конечно же о том сколько должно быть выделено финансов на тот или иной штат для все-таки для обслуживания своих жителей этого штата в зависимости от их статуса в этом штате ну вот поэтому и говорят что не имея 100 рублей а имея 100 друзей и вот имея таких людей как William Barr генеральный прокурор и Wilbur Russ министр торговли Трампу все-таки я думаю удастся добиться своей цели это я считаю что это очень здорово это абсолютно по теме и это абсолютно необходимо почему потому что не может страна не знать количество граждан в ней проживающих количество проживающих в ней с видом на жительство и количество нелегалов для того чтобы потом принять решение о том как во-первых должны работать финансовые дотации как должны работать округа в штатах ну и так далее поэтому ну вот видите из и все вот это все вот эти действия конечно же вызвали сумасшедшую бурю возмущения в рядах демократов которые никак никак они не могут справиться с трампом просто никак вот каждый раз когда им кажется что они уже все ухватили как говорится бога за бороду и теперь вся власть у них в руках оказывается что нет не совсем все-таки у дональда трампа очень толковые действительно толковые знающие специалисты которые ему подсказывают вот ну а мне просто смешно становится тогда в том случае когда вернее тогда когда я слышу о от так называемых экспертов как как в нашей общине так и в принципе от людей которые ненавидят трампа людей которые ненавидят республиканцев людей которые ненавидят эту страну мне смешно что все все их предсказания оказываются ничем иным как просто ну вот кучка мусора который абсолютно ничего из себя не представляет и как бы эти люди не старались и не называли бы себя экспертами с высшим образованием с знаниями законов и так далее ничего этих людей не получается ну и слава богу будем говорить так слава богу в том что есть все-таки люди которые имеют совесть которые считают своим которые имеют уважение к этой стране и считают своим долгом выполнять все то что является полезным для нашей страны ну вот поэтому у нас вот такая ситуация хотя мы опять же очень многие из нас очень многие из вас дорогие радиослушатели знают о том что демократы избиваются просто как уже на сковородке пытаясь найти все новые и новые способы как-то остановить легальным путем нашего президента по официальным данным более 90 предложений президента о каких-то изменениях в программе более 90 процентов оказываются в нижних судах и почему-то как ни странно именно в руках судей которых в свое время назначил Обама и которые конечно же всячески вставляют палки в колеса работы администрации но к счастью немного у них получается со временем все равно все становится на свои места все-таки верхние суды принимают более такие полезные решения для администрации Трампа и как-то медленно но уверенно администрация Трампа исполняет и выполняет свои обязанности вот поэтому опять же это очень важно и я думаю что те из вас которые очень внимательно следят за ходом дела вот решений верхнего в смысле верховного суда за ходом и решениями апелляционных судов вы понимаете что все-таки не все так страшно не все так сложно несмотря на то что конечно же опять же наши специалисты в кавычках постоянно критикуют и Трампа и его администрацию и его решения и его программы и его предложения ну что же делать так сложилась наша жизнь к сожалению а сейчас дорогие друзья давайте мы прервемся еще на один на одну рекламную паузу вернемся ну и будем подводить итоги нашего вечера нашей нашего общения оставайтесь с нами ну вот дорогие друзья настал последний на сегодняшний вечер сегмент нашего неполиткорректного ток-шоу номер телефона в студии 847 4-0-0-5-2-0-0 вот у нас появился звонок давайте попробуем ответить добрый вечер вы в эфире алло да говорите пожалуйста еще раз добрый вечер добрый анатолий анатолий я надеюсь не нарушил закон этики если я сошлюсь на программу радио 1330 пожалуйста пожалуйста абсолютно значит была у них программа ракеты и люди очень интересные так вот получается что пока наша страна боролась с климатом переделала мужчин женщины и наоборот решала проблемы браков однополых Россия перегнала нас по некоторым видам в оружие а именно установки С-400 и это Россия и Патриот третья модель кажется наша вот вы знаете что-либо об этом да конечно конечно послушайте по радио я с удовольствием вам об этом расскажу я правда не слышал что по этому поводу говорили на другом радио но конечно я знаю что происходит С-400 американцы давайте сделаем так значит мы все знаем что Турция является членом НАТО и в том регионе где она находится я имею в виду страна Турция она считается одной из самых крупных военных держав того региона ну мы сами знаем что там у нас и Греция там и Балканы и так далее поэтому Турция является самой крупной державой там и Турция очень серьезно решила заняться вооружением или перевооружением и вела переговоры одновременно с Америкой и с Россией в Америке Турция хотела приобрести наши F-35 самолеты ну а в России Турция решила приобрести установку С-400 причем установка С-400 она то есть то что я не знаю опять же мне тяжело говорить о каком-то другом радио я буду говорить о том что я знаю значит по техническим данным установка С-400 абсолютно не в чем не преобладает перед нашими пейчует так называемыми ПВО разница только в том что конечно же Россия продает свое вооружение ну будем говорить так намного дешевле намного выгоднее хотя Дональд Трамп в общении с Эрдоганом он предупредил и сказал что ребята если вы будете покупать ракетные установки ПВО С-400 у России я очень серьезно подумаю о том во первых продавать ли вам запчасти на наши истребители наши самолеты это раз а во вторых я очень серьезно задумываюсь над тем чтобы может быть как-то даже наложить кое-какие санкции на вашу страну ну мы все прекрасно понимаем что Эрдоган это не тот человек с которым можно пытаться как-то решить что-то резонным путем то есть это человек который абсолютно не гнушается ничем нет никаких моральных устоев нет никаких чувства долгой обязанности и если страна которая является членом НАТО может покупать оборудование у страны которая является ну давайте говорить так я не буду называть Россию врагом НАТО нет это не враг это давайте назовем ее соперником так чтобы не очень сильно обидеть тех наших радиослушателей которые в засос любят Россию и считают что лучше страны чем Россия нет но тем не менее живут в Америке так вот Эрдоган конечно же в принципе не очень сильно послушался Дональда Трампа так как ну выгода наверное превыше всего в его понятиях ну и плюс вы же понимаете что в принципе Америка где а Россия вот она под боком короче говоря вот Эрдоган решил купить вот эти установки С-400 которые ну вроде бы по идее по идее я вам скажу честно я не у меня нет возможности для того для того чтобы поговорить с кем-то действительно профессионалом о том чтобы сравнить С-400 и наши Patriot по техническим данным поэтому я буду стараться быть объективным и скажу допустим так что эти С-400 вроде бы неплохие установки ничем не хуже но и не лучше наших Patriot просто дешевле ну и плюс то что все-таки Эрдоган пытается как говорится ласковое дитя у двух маток сосет и я думаю что это как раз именно тот случай где Эрдоган хочет и рыбку съесть и в то же время косточкой не подавиться я имею ввиду и Россию ублажить тем чтобы потратить там пару копеек ну и конечно же Америку тоже не очень сильно разозлить но тем не менее Трамп это не тот человек с которым можно себя вести вот так поэтому сейчас идут очень серьезные разговоры в администрации Трампа о том как все-таки поступить с Турцией потому что ну давайте говорить так являться членом НАТО и покупать оборудование у соперника это какой-то абсолютный идиотизм это в принципе такой же точно идиотизм как допустим Германия являясь членом НАТО строит северный поток вернее помогает союз России строить северный поток 2 и пытаться использовать эти ресурсы опять же не понимаю как то есть в НАТО платить денег нет а вот северный поток помогает строить на это деньги есть поэтому я вам скажу честно я думаю что Трамп на сегодняшний день опять же это вот тут как раз я говорю чисто свое мнение это не мнение никаких аналитиков или политиков это чистое мое мнение где я думаю что если дай бог Трамп выиграет второй срок разговор с НАТО будет немножко более жестким потому что сейчас конечно он в период выборов он не может злить наших ястребов наш Пентагон и так далее поэтому я думаю что пока он закрывает глаза именно до тех пор пока не пройдут выборы и во вторую каденцию своего во вторую свою каденцию я думаю что будет очень серьезно поставлен вопрос перед членами НАТО вот ну и особенно перед Турцией а то что ракеты и люди ну я вам скажу опять же я не считаю что вопрос нужно ставить таким образом что пока мы делаем это россияне делают то нет я очень уважаю нашу страну и я знаю что мы действительно умеем одновременно и ходить и жевать жвачку поэтому то что мы пытались переделать человеков из одного пола в другой и то что мы пытались бороться за climate change это абсолютно не повлияло на то что мы упустили вот этот факт продажи с 400 Турции это скорее всего ну вот так так делается политика на сегодняшний день хотя я вам скажу есть такая очень мне нравящаяся претенденция в том что мы потихонечку начинаем понимать разницу между climate change global warming и clean air act есть такая ну во первых мы знаем четко что раньше все наши так называемые эксперты кричали что мы находимся прямо вот в эпицентре глобального потепления и мы прямо сейчас вот еще два-три года и мы все просто растаем от этого потепления потом эти эти же эксперты горе эксперты назовем их так поняли что что-то с глобальным потеплением не особенно работает идея потому что и снега много валит и холода сумасшедшая зимой и в общем короче говоря не особенно это все похоже на глобальное потепление поэтому для того чтобы успокоить нервы наших сердобольных граждан мы перешли от термина глобальное потепление к термину перемена климата чего это значит вообще непонятно что значит перемена климата значит климат меняется постоянно он вот как начал там где-то 25 тысяч лет до нашей эры постепенно вот эти ледники которые вдруг начали таять вода поднялась суша опустилась там что-то еще с чем-то произошло не буду вам трепать нервы с тем что же все-таки происходило эти 25 или 20 тысяч лет но тем не менее климат меняется постоянно независимо от того что мы делаем причем самое интересное то что ученые действительно ученые уже доказали тот факт что на земле недостаточно живет людей для того чтобы своими действиями как-то повлиять на перемену климата то есть что в конце концов что меняется то что ну там 5 лет назад допустим ураган начался где-то в августе а в этом году он начался почему-то в июле ну и что ну создался ураган причем самое интересное что обычно ураганы создаются над водой а тут вот последний который к сожалению упал на новый орлеан он был создан на земле причем достаточно далеко от нового орлеана понимаете то есть климат меняется конечно климат меняется становится теплее становится холоднее поднимается на на такой-то градус короче говоря ничего абсолютно не происходит мы этого не замечаем вот если бы нам не долдонили постоянно одно и то же вот у нас тут из-за нашего выхлопа у нас дырка в озоне которая да ребята ну перестаньте ерунду пороть перестаньте из нас сказать выкачивать деньги на всякую дребедень мы вышли из этого парижского договора и что на нас повлияло мы просто перестали выбрасывать деньги на ветер понимаете а вот есть такое понятие clean air act это то о чем опять же говорит трамп и он абсолютно прав мы единственная страна в мире которая настолько серьезно борется с очищением воздуха и с очищением наших водных ресурсов это правда мы действительно боремся с тем чтобы как можно лучше и больше очистить наш воздух отсюда у нас вот эти наши те которые автомобилисты те знают что такое emission test те которые работают на заводах знают что такое выхлопы в атмосферу выбросы так вот мы считаемся самой чистой по качеству воздуха страной я имею ввиду страной в индустриальном мире понимаете самой чистой и точно так же мы являемся самой чистой страной там где касается чистоты наших водоемов наших рек наших озер наших морей мы боремся с выбросом всякого всякой ерунды в наши водоемы мы заставляем заводы устанавливать фильтры фильтрующие системы на перед выбросом допустим в какой-то водоем это совсем другое мы это не имеет никакого отношения к перемене климата мы занимаемся делом мы занимаемся тем что мы действительно жалеем и охраняем нашу окружающую среду это абсолютно не имеет никакого отношения к перемене климата о котором нам долдонят демократы всякие те которые считают себя экспертами опять же в кавычках экспертами в каких-то научных исследованиях и так далее поэтому дорогие мои запомните ничего страшного не произойдет вот точно так же как Элгор то есть судя по высказыванию Элгора мы уже давно должны были где-то быть похоронены ну а по предсказаниям нашей Кассио Кортес нам осталось жить 12 лет причем самое интересное то что абсолютно нет ведь фактически никаких данных вот человек который действительно заинтересуется а что же все-таки происходит с нашим климатом вот самое интересное то что нет никаких данных которые подтверждают то что мы влияем на перемену климата то есть кто-то мне скажет а вот я читал статью там четко написано что мы нашими там бла-бла-бла-бла-бла ребят так вот на каждую статью которую нашли вы я вам могу найти еще шесть которые говорят и опровергают вашу теорию поэтому никакого подтверждения тому что мы влияем именно на перемену климата просто не существует нет а вот что происходит с охраной окружающей среды ну я вам скажу парижский аккорд абсолютно не имел никакого отношения к охране окружающей среды парижский аккорд говорил о том что мы должны как-то бороться с переменой климата причем самое интересное то что такие страны как Россия и Китай чихать хотели на то что хотим мы и что хочет парижский аккорд это ребята которые говорят послушайте нам нужно развиваться нам нужно развивать нашу индустрию нам нужно развивать наше благосостояние поэтому чихать мы хотели на то на все ваши решения по перемене климата и мы продолжаем делать то что нам выгодно для развития нашей индустрии а вот мы я имею ввиду мы в смысле те которые вот такие сердобольные которые считают что мы тут просто гнобим эту планету но давайте перестанем дышать потому что мы тоже выделяем при выдохе углекислый газ ну что-то тоже там где-то портится и так далее поэтому дорогие мои друзья у нас время неумолимо мчится ну почти к концу у нас остается каких-то там 7-8 минут за это время я бы очень хотел быстренько с вами обсудить ситуацию с нашими делами на границе с Мексикой есть пару хороших новостей хорошая новость номер один это то что в этом месяце я имею ввиду простите в прошлом месяце переход границы уменьшился почти на 28% это очень и очень хорошо и специалисты это относят именно к тому что Трамп договорился с Мексикой именно вот те опять же горе эксперты которые нам тут долдонили и на фейсбуке и на твиттерах и так далее что вот Трамп опять он поругался с Мексикой нам все конец авокадо подорожают и на 25% увеличится стоимость наших там помидоров огурцов и клубники которая поступает из Мексики так вот Трамп этим всем горе экспертом показал большую дулю и сказал ребята ничего вы не понимаете в этом деле поэтому сидите молчите и не выступайте не мешайте людям нормальным работать договорился с Мексикой повлиял на них объяснил им ребят так некрасиво у вас тоже есть граница нечего рассчитывать на то что мы их всех примем вы тоже немножко поработайте подсобите нам и так переход наших границ уменьшился на 28% это очень хорошо дальше следующая хорошая новость это то что Лэнзи Грэм мы знаем что это председатель юридического комитета сената ну вот сели померковали немножко подумали посмотрели посчитали показали это предложение Трампу на что Трамп с этим с удовольствием согласился то есть теперь у нас будет происходить новая ситуация в отношении мигрантов то есть те которые идут из Южной прошу прощения из Центральной Америки вот Гватемала Гондурас и Сальвадор эти люди должны будут подавать на убежище в не далее чем как в Мексике вот вы выбежите от чего-то непонятного ну вот пожалуйста вы пришли в Мексику Мексика там вас никто не убивает там вас никто не грабит никто не насилует там вас не преследуют по политическим мотивам поэтому будьте добры подавайте ваши асайлом в Мексике ну а там будем решать что с вами делать дальше почему это было предложено и почему демократы просто ну в трансе вот просто выпали в осадок потому что а как же теперь делать так чтобы в нашу страну попадали вот эти все нелегалы которые потом нас заполонят так вот подсчитано по статистике из 100% людей которые просят политическое убежище из стран Центральной Америки и Мексики 90% этих людей не подлежат критериям получения убежища в Соединенных Штатах 90% то есть всего-навсего 10% из всей вот этой толпы несчастных только 10% которые более-менее подходят под критерии по убежищу так вот теперь начнут приводить в действие вот эту программу где все все те которые бегут через Мексику обязаны попросить политическое убежище в Мексике ну неважно политическое там как они его называют форум шаппинг и так далее это тоже это замечательная новость которая ну вы понимаете тут же ситуация не только в том что эти все нелегалы просят политическое просят убежище тут же проблема в том что у нас действительно очень много людей которые действительно просят именно политического убежища будучи жителями стран где их действительно преследуют по политическим убеждениям и где им действительно угрожает опасность смерти так вот вот эти все нелегалы из Центральной Америки они настолько загружают систему нашу юридическую что действительно просто не хватает времени решать проблемы именно тех людей которые действительно просят политическое убежище ну вот я надеюсь что мы сможем как-то все-таки повлиять на вот это количество нелегалов переходящих границу и я думаю что это совсем неплохой путь к тому чтобы хоть как-то разобраться в нашей эмиграционной политике в нашей эмиграционной ситуации ну и будем надеяться что оно все как-то сработает кстати кстати вот эти четыре дамочки которые орали громче всех о том что какие ужасные условия содержание детей на вот этих пограничных участках так вот опять же поступили данные что из двадцати пяти сотен то есть из двух с половиной тысяч детей которые были на содержании вот в этих местах местах временного содержания так вот из двух с половиной тысяч там осталось буквально что-то около трехсот пятидесяти детей с которыми сейчас наши власти пытаются разобраться решить все-таки что с ними будет и что с ними делать дальше ну вот так что постепенно вопросы решаются несмотря на вопли крики и плач демократов и я думаю что все равно наше дело правое мы все равно победим мы я имею ввиду республиканцы ну и надеюсь на то что республиканцы все-таки расшевелятся и начнут что-то делать и помогать своему президенту ну а вам дорогие друзья спасибо огромное вот у нас буквально последнюю секунду есть звонок но уже принять его не смогу нас сейчас отключат поэтому услышимся завтра в программе народная трибуна всем будьте здоровы хорошего вечера спасибо